РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ СВЕТЛЫЕ ИСТОРИИ Светлые истории на Радио Вера. Здравствуйте, дорогие наши слушатели и зрители Светлых Историй. Как всегда, в понедельник мы собираемся здесь в 18.00, чтобы порадовать вас, может быть, огорчить, но мы надеемся, что всё-таки порадовать своими мыслями, размышлениями, историями. Вы уже видите, что обстановка у нас тут очень тёплая сегодня сложилась. Накалившаяся, настолько тёплая. А всё благодаря тому. А такое прекрасное настроение у нас в студии сегодня только благодаря тому, что у нас в гостях и романах Никандер Пелишин, настоятель храма, троицы живоначальные в Хорошеве. Также у микрофонов мои дорогие коллеги Александр Ананев и Константин Мацан. Здравствуйте, коллеги. Добрый вечер, дорогие друзья. По традиции хочу начать, если Кирочка позволит. С радостью. Отец Никандер благословит. С историей, которую нам продолжают присылать наши зрители. Вы, дорогие друзья, каждая история на вес золота. И даже если мы не все озвучиваем, мы все читаем. Я стараюсь на все жамкать лайки, потому что это бесценно. Пишет Ольга Иванова. Возле церкви, есть у меня история, часто просят милостыню мужчина. Скорее всего, у него какая-то форма ДЦП. Ходит он не очень хорошо с костылем. Я приблизительно знаю, чем и как он живет. Поэтому никогда милостыню ему не давала, дабы не искушать. Но вот я перехожу дорогу как раз в том месте, где он стоит. И думаю, господи, я так хочу ему помочь. Но милостыню давать по озвученным причинам не хочу. И опять, не успев так подумать, даже перейти дорогу полностью не успев, этот мужчина, слышу, мне кричит. Девушка, помоги мне перейти дорогу. И дорогу мы с ним переходили, вцепившись друг в друга, как самые родные. Вот такая вот история. Потрясающе. И вы знаете, вот такие вот истории, которые присылают в комментариях, они бывают настолько трогательные, что если бы у нас была возможность сделать отдельную программу, мы бы только их зачитывали. Но однажды мы все равно сделаем. Сделаем и зачитаем. Подберем. Сборник такой истории собрать и просто посвятить этому хотя бы чем-то. Точно. Огромное спасибо вам, наши дорогие слушатели, что вы нас смотрите и пишете эти замечательные, удивительные комментарии. Огромное спасибо Ольге Ивановой. И также напоминаю, что смотрите, слушайте «Светлые истории» вы можете в группе «Радио Вера» во Вконтакте и на сайте radiovera.ru. А теперь пришло время, наверное, сказать о нашей главной теме сегодняшней программы. Тема – это когда человек на чем-то настаивает. Так, это очень странная тема, сейчас, подождите, подождите, пожалуйста, секундочку. Простите, я от волнения забыл. Я настаиваю. А, ну вот, да, забавно получилось. Тема наша звучит так. Я, например, настаиваю на рябине. Подождите. Значит, тема нашей сегодняшней программы «Я сам знаю, что для меня лучшее» – история о том, как человек настаивал на своем и шел против явной воли Божией. Вот такая тема, друзья, мне кажется, знакомая абсолютно каждому. И по сложившейся прекрасной традиции передаю первое слово, как корабль вот так вот направишь, так он и поедет, нашему замечательному отцу Никандеру. Отец Никандер, ваш выход. Кира новую пословицу придумала. Как корабль направишь, так он и поедет. У меня сегодня проблема. Парадоксальная точка зрения физики утверждения вообще-то. Ну, подождите, сейчас нас опять будут за смех ругать. Давайте. На светлой истории нужно серьёзные лица. Согласна, да. Сохранить. Отец Никандер. Человек и корабль. Начинайте. Человек и пароход. Человек и пароход. Добрый вечер ещё раз. Ну, на самом деле, я бы хотел от противного немножко рассказать историю, потому что не вся моя жизнь проистекала или проходила тогда, когда я вообще знал о том, что есть Бог, о том, что воля Божия есть. И большая часть осознанной жизни детства, подросткового периода и университетская жизнь, она, конечно, никак не была под сенью воли Божией. Ну, она, конечно, находилась под ней, но я об этом не знал. И сейчас, вот оборачиваясь назад, я могу точности сказать, что Бог настаивал на своём, но я об этом не знал. Я противился этому, его настоянию, всячески пытался корректировать его замысел обо мне, но Бог оказался сильнее, чему я очень рад. Когда я заканчивал школу, то я решил, что были очень сложные какие-то 90-е годы. Вообще, жизнь была такая очень непростая, и надо было выбрать ту профессию, которая принесла бы какой-то максимальный экономический выхлоп для моей семьи. Я всю жизнь хотел быть врачом, нейрохирургом. Такая у меня была мечта жизни. Вот это открытие. Я хотел, нет, изначально я хотел быть проводником и путешествовать по стране. Мне кажется, так романтично, ты всё время находишься в пути. Бельё брать будете. Да, и, очевидно, Бог это увидел, я всю жизнь ещё путешествую по стране. А вот потом всё-таки мне хотелось быть что-то серьёзным врачом, но когда заканчивал школу, то не было возможности учиться в медицинском университете. И я подал документы для поступления на химический факультет, Новочеркасского политехнического института. Поскольку там готовили таких специалистов, которые нужны на керамической промышленности. А у меня в городе, где я родился, только-только открылся крупный керамический завод, куда набирали специалистов. Я думаю, ну вот это было практически единственное предприятие рабочее. Я думаю, сейчас я отучусь, буду в тему, получу нормальную профессию и смогу содержать свою семью. Хотя я, где я, где химия, это были настолько далёкие вещи. И я приехал узнавать, какие нужны экзамены для вступительных. И там помимо... Это был, кстати, первый год мой выпуск, когда был обязательно ЕГЭ. Я ЕГЭ сдавал. А помимо ЕГЭ был творческий экзамен. Надо было рисовать. А я рисованием не занимался никогда вообще. И когда я спросил прямо на комиссии, что это за экзамен по рисунку, говорит, ну просто научитесь геометрические фигуры с тенью рисовать. Куб, конус какие-то такие. Я честно и добросовестно... Это для химического факультета? Да, просто на химфаке была специальность, называлась художественная обработка материалов. И я с папой реально занимался тем, что по учебнику рисовал эти фигуры с тенью. Я научился это делать. Когда я пришёл на экзамен, то меня первое, что смутило, это были мольберты. И зашёл, там везде мольберты стоят. И что-то такое вдалеке, накрытое материей. Ну, для меня это был такой первый опыт. И сняли материю, а там был настоящий натюрморт. Грибочек, чайничек. Включили свет, тень, пожалуйста, рисуйте. И, конечно, это было таким шоком. Ни одного куба. Ни одного куба. Я не знал просто, что это делать. И все ребята, которые со мной поступали, они как-то очень, ну так, по-мастерски с карандашом подходили, там что-то вымеряли. Я не понимал, что они делают. Но, вы знаете, я написал этот рисунок. И даже неплохо написал. То есть, например, из 40, там у меня, например, было 19-е место. То есть, я довольно достойно, наверное, в шоковом состоянии, что-то я сделал такое, что смогли оценить члены этой приёмной комиссии. И в итоге, значит, моя специальность была 30 бюджетных мест, и я был 30-м. То есть, у меня всё, это прям идеально. Я прям всё, я знал уже, что я по рейтингу я прохожу. Как сейчас помню, значит, последний день работы приём документов, без 15,5, за 15 минут до окончания приём документов, приходит девочка с другого факультета, приносит свои документы, и у неё на 1 сотый балл больше, чем у меня. У меня было 121, у неё 122. И я автоматически съезжаю и становлюсь первым после черты приёма бюджетников. И я понимаю, это, по-моему, был первый опыт, что я не поступаю в университет. Что я просто взял и не поступил в университет. Это было очень сложно, это такое было состояние, когда я не знал, что делать. Как бы в армию ещё мне был год до армии, не пойдёшь. Сидеть дома, зачем сидеть дома? Я пошёл учиться в технику. Закончил технику на экономиста с красным дипломом. Неплохо я закончил технику. И, будучи человеком романтической натуры, думаю, ну что, если учиться, значит учиться по-настоящему. Поеду я в большой город. В Москве учиться я побоялся, поскольку мне казалось, что это очень дорого, и не все университеты дают общежития. А снимать было невозможно, как бы состояние моей семьи. Я решил, что поеду в Петербург. Еду в Петербург. Но если в Петербург, то куда? Конечно, классические университеты, конечно, экономические факультеты. И ребёнок из маленького шахтёрского города с абсолютными романтическими взглядами. Еду в большой город, думаю, ну вот у меня красный диплом. Я очень хорошо разбираюсь в экономике. Я знаю математику. Я точности поступлю, уж я не второй раз не совершу этой ошибки. Приезжаю, начинаю сдавать. Один экзамен сдаю, второй сдаю, третий заваливаю. И мне просто говорят, что вы не сдали. Наверное, можно посмотреть работу? Почему я не поступил? Говорит, нет, мы работу не вдаём, вы просто не поступили. Попробуйте другой университет. И я второй раз в жизни не поступаю в университет. Это просто, это была трагедия жизни, поскольку меня отправляла семья в большой город с надеждами, что я смогу вырваться, что у меня может начаться жизнь настоящая. И я вот выхожу на эту набережную Невы, и я понимаю, что вообще я просто провалил ещё раз, второй раз в жизни доверие родителей, всё, что я смог. Что я сейчас скажу? Я сейчас позвоню и что скажу, что я не поступил? А как, это же стыдно. А что, как будут смотреть люди? Как меня сейчас самому себя осознавать? И ну до слёз мне было обидно, я стоял и не понимал, что делать. И тут я вспомнил, что когда мы учились техникуми, то к нам приезжали с профориентационной работой представители университета из Петербурга, горного университета. Я думаю, ну что я думаю, попробую я сходить туда. Это прямо на одной набережной, только нужно было перейти в другое здание. Я прихожу к ним, показываю свои результаты, что у меня диплом, что я из Шахтёрского города. И они говорят, слушай, так вы нам нужны? Я говорю, как я вам нужен? Они говорят, да. Давайте сдавайте там какой-то один экзамен. Я его сдал. И по совокупности всех данных, я не готовясь и не ожидая, чтобы учиться там, я поступаю в горный университет. А на минуточку, горный университет, это на правах рекламы, да? Первый технический университет России. На тот момент, когда его Екатерина II открыла, был только МГУ, Санкт-Петербургский классический университет, и наш третий был открыт. Я носил форму, у меня было общежитие, я получал стипендию, у меня было бесплатное питание. То есть для человека, вышедшего из скромной финансовой семьи, из маленького города, это был идеальный вариант решения. Но самое примечательное, к чему я всё это рассказываю, к тому, что я, обучаясь там на втором курсе, был послан в домовый храм этого университета, где я встретил своего первого священника, который за руку меня взял и вёл в храм. И сейчас я понимаю, что я, что Господь меня уберегал от поступления в другие университеты лишь только для того, чтобы я поступил в Горный, смог там встретить священника, который меня воцерковит, и благодаря которому я смогу принять решение в своей жизни стать священником и сейчас сидеть в студии на Андреевской набережной. Это было вот те расстройства и те недопонимания, и то испытание, которое я проходил, это всё было сделано ради того, чтобы сейчас состоялся вот этот промысел Божий обо мне, чтобы я смог принять священный сан. И я Богу настолько благодарен, хотя это было тяжело и для родителей, и для меня. Отец Миканда. Но вот меня всячески Бог просто за руку взял и провёл, сюда не надо, сюда не надо, вот сюда иди. И я это сделал. А как понять, когда действительно воля Божия, и нужно идти сквозь искушение на пролом, и всё равно добиваться, добиваться своей цели, или когда воли Божией нет, и тебе не нужно сейчас проламывать лбом стену, и нужно отступить и посмотреть, что будет. И вот у меня нет такого правила, которое я сейчас мог бы сформулировать и сказать, вот если эти признаки есть, то значит это так. Я вот, знаете, что могу сказать, что есть у меня один такой дорогой друг, который привёл некую такую аллюзию, что человек подобен щепке, который плывёт в горной реке. И, конечно, ты можешь, в принципе, попытаться изменить своё нахождение в этой реке, вправо или лево берега, но всё равно ты в этой реке течёшь, и всё равно ты придёшь туда, куда тебя река вынесет, ну, река, подразумевая волю Божию, которая тебе суждена быть, ради того, чтобы ты исполнил то предназначение, ради которого ты создан Богом. Светлые истории Светлые истории на Радио Вера. Дорогие друзья, у нас в гостях настоятель храма Троицы Живоначальной в Хорошеве, у микрофонов Константин Мацан, Александр Аналиев и Кира Ваврентьева. Мы говорим о воле Божией, о непослушании и послушании воли Божией. И следующую историю я предлагаю рассказать Косте. Костя, твой звёздный час. После таких слов хочется уйти, в угол забиться. Но я не уйду, что сказал Костя, я скажу. Потому что тема у нас сегодня очень точная. И вообще множество перед глазами разных историй о том, как человек вот именно пытается настаивать на своём, и Господь его очень мягко вразумляет потом. Ну, то есть, как-то их можно перечислять, но такие мелкие случаи, хотя они очень внятные. Когда этому человеку, у него там было, не знаю, какое-то благословение или вот вся логика его жизни располагала к тому, чтобы вот сейчас, допустим, там, не знаю, поменять вот эту работу на эту и куда-то там, например, там переехать. И это было связано там, не знаю, с вызовами, с, может, какими-то ограничениями. Но так нужно было. Но у человека был выбор, человек говорил, нет, я вот всё-таки как-то сейчас, наверное, всё-таки пока по временю не буду. Я прямо вот эту историю рассказываю, и человек себе сказал, я вот как-то, наверное, там, вот год подожду, пока это благословение исполнить. Там пока там, условно говоря, там, поживу для себя, там, подзаработаю денег, там, разберусь с какими-то вопросами. И случается с ним, ну, как некая медицинская ситуация, ему говорят, вам там год, условно говоря, там, нельзя, не знаю, там, с постели вставать, например. Или там, вам год, там, нужно, там, не знаю, сидеть на строгой диете. Ну, вот человек хотел, Господи, дай мне годик. Ну, пожалуйста, ты же хотел годик. Вот годик. Ну, вот это не означает, что Господь, он такой, знаете, как, а, ты не выполнил благословение, сейчас тебе дам. Как бы ты хотел по-своему поступать, ну, вот тогда неси ответственность за то, что ты делаешь. Но это вот таких случаев маленьких много. У меня почему-то в голове сложилось две таких симметричных истории. Я закончил НГИМО, и после этого работал в журнале ФОМА, и я, может быть, это где-то рассказывал, нередко сталкивался с вопрошаниями на эту тему. Как же так, ты закончил такой престижный вуз, и работаешь где? Ну, надо как-то работать там, на Первом канале, во Всемирном банке, на худой конец в ООН, а ты работаешь в журнале ФОМА. И когда меня спрашивали, там, вот там, ты НГИМО закончил, где ты работаешь? Ну, в ФОМЕ. И дальше были разные реакции, я их коллекционировал. Была реакция такая, ну, ничего страшного, все еще образуется. Но самое мое любимое было там, где ты работаешь? Вот в журнале ФОМА. Ну, не хочешь, не говори. То есть люди не верили. И это, но на самом деле, я эту историю рассказывал, может быть, уже, но вот именно этот кусочек про эти реакции смешные. Но, наверное, не рассказывал про то, что на самом деле это же все на тебя влияет и психологически давит. И ты думаешь, ну, Господи, ну, действительно, у меня такое образование, такие, казалось бы, все считают, что такие перспективы. Но нужно как-то уже вырваться из вот этого, из этой области такой нишевой православной журналистики. Нужно как-то уже идти к большим завоеваниям, выходить нормальный светский мир, где такая настоящая журналистика. У нас же тоже нередко есть журналистика настоящая, есть православная, не настоящая. Хотя я всячески... Ну, Фомя, как раз, что не на есть настоящая. Ну, это дальше нужно входить в объяснение того, что, да, что-то, что... Вообще-то мы не занимаемся православной журналистикой. Это очень высокое качество журналистики. Да, мы занимаемся журналистикой просто по той теме, которую избрали. Также занимаются экономической журналистикой, политической, не знаю, экологической. Я вообще иногда считаю, что то, чем я занимаюсь, это такая теологическая журналистика, по большому счёту. Вот. Но это влияло, это как-то давило. И вот тот путь, который так как-то был Господом вот указан, я решил, что надо как-то с него сходить. Всё-таки нужно из этого мира как-то православного, конфессионального вырваться. Я пошёл работать на один телеканал, тогда очень модный, и хотел, и меня туда взяли, и взяли как-то с радостью, и считали там перспективным, хорошим сотрудником. Но дальше происходит такое классическое, за что боролись, на то и напоролись. Вот ты хотел вырваться из круга, условно говоря, то, что связано с какой-то такой религиозно-православной тематикой. А что это за круг тем? Это человек, это его выбор, это его душа, это культура, это то, как он реализует свою веру в жизни, это высшие смыслы, которые проявляются или не проявляются в кино, в театре, в общественных проектах. Это встреча с людьми, которые занимаются социальными проектами, всех себя отдают на помощь ближнему. Вот ты же хотел от всего этого отказаться, с чем ты тогда столкнулся? Что такое новости? Новости – это сегодня такой-то банк поднял ставку, и микросрочно делаю на эту тему новость. Ну, я так хорошо делаю, провожу день, разбираюсь в этих всех вещах, и к концу дня чувствую полное пустошение. Бессмысленно и беспощадно. Потому что, ну, само собой, новость важная, и у какой-то части аудитории она найдет отклик, это важная информация для кого-то. Но я чувствую абсолютно напрасное проведенное время, потому что сегодня я на это потратил день жизни, завтра эта новость уже никому не нужна, все, она прошла. То есть ты живешь тогда, пока ты эту новость готовишь, но ничего, грубо говоря, в вечности от тебя не осталось. Второй пример – это когда была страшная летом жара, и сильно подорожали кондиционеры, и меня отправили делать репортаж в магазин о продаже кондиционеров. И я вот еду туда и думаю, вот чем я занимаюсь? Это прекрасно, что там есть экономическая, опять же, подоплека того, что вместо того, чтобы больше кондиционеров производить, Russian business – это повысить цены на уже имеющиеся. Это, конечно, очень такое мощное социальное облегчительство, но при чем здесь я? Вот. Третьим апогеем стало то, что я провел сутки, вот сутки, я замерил сутки, разбираясь, как пострадал банановый экспорт Гваделупы от конкуренции с банановым экспортом Коста-Рики. Это серьезный вопрос. Это, между прочим, связано с экономическими нормами ЕС. Но какое мне дело до этого? Нет, вернее, опять же, я предупреждал, что я не хочу, чтобы мои слова звучали, как обесценивание работы новостников. Просто каждому свое. Я видел блестящих профессионалов, до которых мне, как до луны, которые видели такой драйв в том, чтобы сделать очередную новость про банковские ставки и делать блестяще. Делали так, что заслушаешься. Но для этого нужен как бы талант, образование, умение и, главное, желание. Вот этого у меня не было, поэтому я явно ломился не в свою дверь. И вот количество случаев они на это указывали. В итоге я проработал там недолго, три месяца. Очень быстро это понял. Ушел, ну не то чтобы со скандалом, но у меня были очень разочарованы те, кто меня брал на работу. И я вернулся в журнал ФОМА, счастлива к тем темам, с которыми я сумел оценить всю глубину и всю как бы благословенность того, что можно заниматься действительно глубокими серьезными вещами, а не просто текущей информацией сиюминутной. Собственно, чем мы занимаемся на Радио Вера? Постоянно. Поэтому вот так мы любим свою работу, когда можно говорить о вечном через актуальные и о смыслах, которые останутся не на один день. А вот была такая история. Есть еще, скажем так, вторая история, которая как бы вот не в отрицательном, а в положительном смысле ту же тему раскрывает. Однажды меня подзывает духовник, а духовник у меня человек очень, как и всякий хороший духовник, такой осторожный. Он никогда никаких решений не навязывает, из потолка не предлагает. И был редкий случай, когда ни с того ни с сего духовник сказал, слушай, а не получить ли тебе богословское образование? Я вообще ни сном ни духу, я вообще не собирался никогда. И, честно говоря, первые такие мысли, как-то это скучно. Ну, вот что, я всегда засесть за книжки, что-то такое вот погружаться. Ну, как-то я вообще-то парень с гитарой. Я вообще-то хочу там, не знаю, песни петь. А вот мне тут такое благословение. Ну, это было мягкое благословение, вся как всякая возможность отказаться. Но что-то, какая-то природная робость, вот, наверное, все-таки взяла свое. И я сказал, ну, хорошо, да. И ты начинаешь в это погружаться. И вот тут происходит, вот, та же самая наша тема раскрывается, но с другой стороны. Ты вдруг понимаешь, о как, оказывается, именно этого-то я и хотел. Именно этого-то я и искал. То есть я бы сам никогда бы не подумал, что оно мне понравится. Я бы сам никогда в эту сторону не посмотрел. Но ты получил волшебный пинок, не стал сопротивляться, и Господь тебе открыл то, что ты, дурачок, на самом деле, как бы даже бы не искал, но найдя, так возрадовался и понял, что да, вот я этого хочу. Именно этого я и хочу. Именно в этом мне и хорошо. И вот так вот действует потрясающее благословение. Ну, и как-то вот пошел этим путем. И вот в марте прошедшем диссертацию защитил, чему очень рад. И вся эта история, она абсолютная история того, как тебе дали благословение, и ты, ну, нашел в себе силы его принять и от него не отказаться. И получил, на самом деле, в итоге счастье. Не могу не добавить, хотя Костя вообще не любит, когда я его тут нахвалил. Я уже себя достаточно нахвалил. Не похвала. Я приехала, значит, в Нижегородскую область, общалась с моим близким другом нашей семьи, совершенно замечательным священником, отцом Андреем Самсоновым, и он смотрит все наши выпуски, и он говорит, вы знаете, вот если кто философ, вот кто философ, я, говорит, в своей жизни философов не встречал. Самому мне философия, ну, вот очень интересно, ну, говорит, не понимаю я ее. Ну, вот кто философ, так это Константин Александр. То есть, понимаете, этот человек нашел, наконец, свое вот это вот такое вот, и поставь свою вот эту философскую через вот эти все тернии и через этот телеканал. А у нас есть еще 10 секунд? 10 секунд есть, да. Буквально добавить к рассказу Костя о том, что когда я учился в Московской академии, то были прихожанки, которые ходили в Лавру, а были прихожанки, которые ходили в академию. И когда они сталкивались, то лаврыские говорили, в академию ходить нельзя, говорит, там студенты, у них даже причастие, говорит, ученическое. Поэтому, говорит, они сегодня по-настоящему, типа про журналистику по-настоящему. Есть журналистика настоящая, а есть журнал Фома, да? Так и там, что, говорит, есть вот служба настоящая, а есть служба, где студенты служат и учатся, поэтому там, говорит, даже и причаться нельзя. Ну, можно я просто вот совсем зафиналю эту тему. Я для себя это сформулировал так, вот. Есть какой-то стереотип, то есть ложное представление, что, допустим, например, то, что условно называется православной журналистикой, а точнее называть, ну, журналистикой, ну, на тему, там, церкви, религии, культуры, вот такая вот, религиозно-культурная. Это что-то такое вот, ну, вот не первого ряда. Вот первого ряда это, там, политика, экономика, а вот всё, что культурка, религия, это где-то вот там на последних страницах газет. Но на самом деле, если вдуматься, то пропорция строго обратная. Потому что, когда я, не знаю, делаю репортаж, заметку, передачу, допустим, о том, что там происходит в Большой Семёрке или в заседании Совбеза ООН, я говорю о том, что, на что я никак не могу повлиять, что меня напрямую не касается, о чём я не знаю на самом деле происходящего, там я знаю только по некоторой небольшой количестве открытой информации мне, и что, в общем-то, никак, к чему я личного непосредственного отношения не имею. Когда я говорю о вере, я говорю о том, что касается меня напрямую, изнутри, о том, о чём я знаю из опыта, и о том, что конкретно меняет жизнь мою и людей вокруг меня. Это ли не самая высокая цель журналистики? Это самое главное, правда. Светлые истории на Радио Вера. Вот такие у нас глубокие сегодня светлые истории. Значит, смотреть светлые истории вы можете на сайте радиовера.ру и в группе Радио Вера во Вконтакте. У микрофонов и романах Никандр Пелишин, настоятель храма Троицы Живоначальной в Хорошеве, Константин Мацан, Александр Ананев, Кира Лаврентьева. Мы вернёмся через несколько секунд. Светлые истории Радио Вера представляет Светлые истории Светлые истории на Радио Вера продолжаются. Дорогие друзья, у нас в гостях сегодня настоятель храма Троицы Живоначальной в Хорошеве и романах Никандр Пелишин. Также у микрофонов мои коллеги Александр Ананев, Константин Мацан и меня зовут Кира Лаврентьева. Тема у нас сегодня, что ни на есть, актуальная. Рассказываем мы как-то вот сегодня, получается, так, свои профориентации. Я сижу и судорожно думаю, о чём же буду рассказывать я, потому что моя история очень похожа на Костину, но только он рассказывает, как он снизошёл с Олимпа, а я буду рассказывать, как я на Олимп забиралась. Слушай, я как-то вообще не ныщу на свою историю в категориях исхождения с Олимпа. Я же не Зевс. Так вот, тема, дорогие друзья. Прости, пожалуйста. В одном фильме в Удиалина был, он играл, там режиссёр, его на конференции спрашивают, скажите, вас часто упрекают в нарциссизме. Он говорит, нет-нет-нет, если брать античных персонажей, нарцисс вовсе не тот, с кем я себя соотношу, да, а с кем? С Зевсом. Значит, тема «Я сам знаю, что для меня лучше». История о том, как человек что-то очень хотел, просил у Бога, но ничего у него не выходило. И сейчас Сашенька Ананев будет как раз нам рассказывать об этом. Саша, твой выход. Если я всё-таки соберусь силами и попытаюсь больше не представлять себе, как я еду в купе из Москвы в Иркутск... А там проводник отец Никандр. Там стоит отец Никандр с четырьмя чашками чая с подстаканником и улыбается своей вот этой вот улыбкой. «Александр, чай брать будете?» Теперь это у меня такая мечта даже, фантазия такая светлая. Пусть она будет. Меня сегодня обидели. Меня сегодня обидела наш звукорежиссёр Сашенька прекрасная. Я ей говорю, слушай, Саш, мне история рассказывает не о чем. У нас сегодня тема такая, как я сделал всё по-своему и, как всегда, накосячил. Она на меня посмотрела своим светлым. Говорит, да ладно, у тебя вся жизнь такая. У тебя этих историй полно. Вот тебе раз. Как же я выгляжу в ваших глазах, подумал я тогда. Но... Саша мудрая. Саша мудрая. Она зрит в корень. В корень. Да. Как говорит Кира Лаврентьева, как ты пнёшь корабль, так он и поплывёт. Пойдёт. Ну, более-менее. Вот. Но вот действительно я хотел рассказать... На самом деле, вот про вас, Саша. У меня что не история, то вот она прям очень хорошо ложится вот в это лекало, в этой темы. Хотел другую историю рассказать. Ну, коли уж Костя пошёл, да и отец Никандор тоже по профессиональной вот этой вот стезе, я вспомнил совершенно эпическую историю того, как я решил сделать всё сам, сделать всё наилучшим образом, потому что я крутой, а весь мир должен быть у моих ног, и я сейчас сделаю всё как надо. Когда я в 2004 году переехал из Нижнего Новгорода в Москву, пылающий 35-летний юноша, вот, ну, хорошо, мне было не 35, мне было меньше, мне ещё сколько, неважно. Но я был не молод, но опыт. Хорошо, я был молод, но опыт. С Костя уже не молод. Вот. Не молод, но опытен. Да. Я работал в ночном эфире крупной федеральной радиостанции в ночном, вот в ночном. Это значит с полуночи и до 7 утра. Мне на работу надо было приехать к 11 вечера, а дома я был где-то в полдевятого утра, пил кофе, завтракал, ложился спать. Меня такая жизнь устраивала, потому что, слава тебе, Господи, я работаю в Москве, я ведущий федеральной московской музыкальной радиостанции, я очень-очень крут, ещё немножко, и я стану вообще несравненен. Но. Целые дни-то у меня свободны, и мне надо найти ещё какую-то работу, потому что, несмотря на то, что я крут, получаю я там, прямо скажем, немного. Ведущие ночного эфира на федеральных московских музыкальных радиостанциях, открою вам страшную тайну, получают мало. Даже на самых крутых радиостанциях. Это правда. Думаю, ну вот у меня есть день, мужик я или где, мне надо найти вторую работу. Но эта работа должна быть такая, вот как я себе её вижу. Что-нибудь очень крутое. И я, конечно же, начал мониторить все эти объявления, и вдруг нахожу объявление, которое вот прямо, как мне кажется, про меня. Хотя внутри меня что-то говорило, Саш, ты же терпеть это не можешь. Даже несусь туда, не надо тебе этого. Прямо таким голосом. Да, вот именно таким был. Хорошим, родимым, поставленным голосом. Тебе это не надо, да. В общем, суть объявления сводилась к чему? Крупный торговый центр, назовём его, дабы не обижать никого, он, слава богу, существует по сей день и прекрасно себя чувствует, в отличие от меня. Крупный торговый центр телевизоры на Пресне ищет человека, который будет отвечать за ведение радиостанции на территории торгового центра телевизоры на Пресне. График работы незамысловат. Торговый центр по соседству с домом. Я думаю, о, так это же я, всё про меня. Денег, куча, работа интересная в коллективе. Говорит, Саша, ты терпеть не можешь рынки, ты терпеть. А это рынок, по сути, такой вот. Куча площадок разных, там арендует помещение, это рынок. Там пахнет шаурмой и тёмными деньгами, налом каким-то. Вот. Тогда, тогда. Сейчас может быть всё как-то иначе. И думаю, нет, я всё равно пойду, я сделаю так, как я хочу, потому что, ну, я же крутой, всё получится. Я прихожу туда на собеседование. Мы нравимся, значит, друг с другом, друг к другу, то есть менеджером по персоналу. Он говорит, ну, хорошо, завтра тогда начинайте работать, приступайте. Дело хорошее, я желаю вам удачи. Я говорю, прекрасно, спасибо. На крыльях лечу домой, праздную, как могу. Потом ухожу на ночной эфир на свою радиостанцию. Утром, не ложась спать, с пылающим взором к открытию, прибегаю к этому торговому центру телевизора на Пресне. Захожу, там коридоры, там двери, там ларьки эти. Куда идти, непонятно. Нет ни одного, ни одной вывески радиостанция там. Спросил одного. Он говорит, чего, кого, радиостанция? У нас есть радиостанция, Стёп, у нас нет. Не знаю, спросите кого-нибудь другого. Я, значит, час бесцельно ходил по этим коридорам. В итоге нахожу какого-то более или менее примерно представляющего о том, о чём идёт речь. Он на меня смотрит, как, знаете, врач смотрит на пациента, результата анализов которого ему уже известны, а пациента ещё нет. И он его как-то немножко жалеет, но старается не приближаться, потому что, да ну, его подальше. Вот. Он говорит, ну ладно, хорошо, идёте за мной. Он меня ведёт в самый дальний угол, там какая-то обшарпанная дверь, за которой раздевалка для охранников торгового центра. Он раздвигает одежду, которая висит, показывает настоящий в углу музыкальный центр, небольшой и очень недорогой, магнитофон, по сути, на который настроен на какую-то радиостанцию. Говорит, ну, вот. Я говорю, что вот. Ну, вот она, как бы, наша радиостанция, нашего торгового центра телевизора на тресне. Я говорю, и, он говорит, а не знаю, это не ко мне вообще разговор-то. Я как-то походил, сначала, нет, я сначала посидел возле этого музыкального центра, пальцем в него потыкал, потом походил вокруг него, потом походил по торговому центру, дождался какого-то менеджера, он мне сказал, ну, что-нибудь разберемся, решим, пока работайте так, сказал он мне. Ариш, ты о чем шла? Музыку ставить разную? Объявление, музыку, радиостанция, в общем. Уважаемые покупатели, да, вот какое-то радиостанция. Я все-таки была, вот микрофон какой-то. Микрофона не было. А во что бы ты говорил? Вот это вот был вопрос, ну, то есть вот. Сам собой. Сам собой, да. И рупором таким, Саш, по выходил. Враждая! То есть микрофона не было, задач не было, формата не было, объявлений не было, ничего не было. Был только я и этот магнитофон. Думаю, ну ладно, хорошо. Надо что-то делать. Я же работаю. Пришел домой, записал компакт-диск с моей любимой музыкой. Показалось, что она будет, ну, очень хорошо, она мне нравилась. И еще в середине, между каждой песней, поставил такой джингл, сделал их так несколько штук, где говорилось там вот так вот, телевизоры на пресне. Я еще придумал строчку, все, что надо в одном месте. Вот. И они между песнями как-то звучали. Вот. И я на следующее утро прихожу, поставил этот диск, гордо нажал play, посидел еще возле этого магнитофона и ушел. На следующий день пришел, включил диск, ушел, а дальше договорился с охранниками, которые там переодеваются. Говорю, ребят, вы это, нажмите сюда просто, как придете. А я, ну, что мне приходить, нажимать на кнопку? Вот. Где-то месяца через два мне стало так тошно, мне начало казаться, что я кого-то обманываю. Вру. Меня тошно стало практически сразу, еще в первый день, в первый рабочий день. Но там я начал просто сильно болеть, потому что деньги-то я получал, а ничего не делал. Смысла не было вообще никакого. И я по всем статьям косячил вообще. И обманывал, получается, и ничего не делал, и толку от этого не было, и все. И в итоге, измучившись так, что было невозможно, а причем увольняться-то, никакой здравомыслящий человек не будет увольняться. Ну, тебе же нужны деньги, ты работаешь. Вроде как выполняешься. В итоге, я дождался, пока мне позвонили из отдела кадров, говорю, а вы где? Я говорю, у меня нет. Вас нет на рабочем месте? Тогда мы вас увольняем. Поехали в трубку. Ес! Ес! Слава Богу! Слава Богу! Аллилуйя! У меня было такое облегчение, что это, наконец, случилось. Вот. Абсолютно нелепая какая-то история, но это вот из серии «Давайте я сделаю все сам». Я сам найду, я сам сделаю, я пойду туда, куда мне... В общем, мне надо идти, и буду заниматься тем, чем мне надо, в общем, заниматься. Вот. Обошлось как бы малой кровью, но я эту историю хорошо запомнил. Вот именно вот этот вот вкус, такой рыночный, рыночный, такой вкус из 90-х какого-то отчаяния, даже не тупика, а тупичища такого, безвыходности такой какой-то, такой очень неприятный. Хотя бывает и иначе. Когда я пытаюсь что-то делать по-своему. Я обещал Кире рассказать историю про Штаты, куда я ездил отдыхать. Не отдыхать, я на год там учился, в далеком 93-м году, по-моему. Вот. И одним из пунктов цирковой программы моего там проживания было отвезти Александра на горнолыжный курорт, чтобы я научился там кататься на горных лыжах. Это был первый и последний раз, когда я катался на горных лыжах. Причем сначала там было какое-то обучение небольшое, где специально подготовленный инструктор учил меня стоять, поворачивать, учил меня правильно падать. А у меня был такой костюм, данный мне на время, очень-очень красивый. Красивые перчатки, очень красивые горнолыжные ботинки, в которых невозможно было ходить, но очень круто было ездить. И очень красивые горнолыжные эти лыжи. Вот. И я сам себе казался просто ослепительным во всем этом прикиде. А еще очень быстро я понял, что я очень хорошо езжу на лыжах. Ну, лучше всех, пожалуй. Во-первых, я талантливый, а во-вторых, у меня красивый костюм. Вот. И очки? По-моему, не было у меня очков. Мои волосы развивались на ветру. Было как-то холодно, но не очень. И я был красивый. Все складывалось прекрасно. Все складывалось. Вот. И спустя два часа этого обучения, мне говорят, ну, все. В общем, мы провели вот тот необходимый, как бы, курс обучения, который вам нужен. Дальше спокойно катайтесь. Будьте осторожны. Счастливого пути пока. Вот. И, значит, передо мной подъемник. И написано. Зеленая трасса. Самая простая. Я ее отмел сразу, потому что, ну, не гоже. Синяя трасса, чуть посложнее. Думаю, ну, тоже это малодушие. Зачем? Красная трасса. Трасса повышенной сложности. А дальше черная трасса. Вот она. Нет. Я, к чести сказать, сначала съездил на зеленую трассу и оказался на таком пологом спуске километра три, наверное. Это было очень хорошо. Я ехал и думал, нет. Зеленая трасса все-таки, я круче гораздо зеленых трасс. Надо как-то поступить иначе. А солнце светит, тепло. И, в общем, я красивый. Лыжи красивые. И я сажусь на этот подъемник и думаю, «Я достоин черной трассы». Достоин. И я, значит... А там люди выходят сначала на синей трассе, там на пункт зеленой трассы, красная трассы. А потом дальше я еду один. А подъемник он ехал, ехал, ехал так, а потом поехал вот так. И я поднимаюсь. И там сразу тучи, ветер. И если вокруг снег, то там голая скала. И я уже вышел. Обратно не поехать. И я стою с этими лыжами на этой скале. И там вот, знаешь, скала. И сразу стена такая туда вот. Бум-бум-тс. Я понимаю, что это фиаско. Я... Ну... Нет ни одного способа спуститься на лыжах с этой горы так, чтобы остаться живым. Вообще ни одного. И в итоге я снимаю лыжи, беру их в руки и на этих негнущихся ботинках боком часа два медленно спускаюсь пешком оттуда. Это было... Ты еще красивый. Нет, уже не красивый. Я сам себя презирал. Я ругал себя за эту черную трассу. Думаю, ну написано же. Нельзя. Там так неприветливо. Там так страшно. Там так опасно. В итоге я как-то спустился до какого-то более или менее пологого спуска. Выдохнул. Приехал, поставил лыжи и сказал, что нет. Это не для меня. Оставьте пустое. Светлые истории. Светлые истории на Радио Вера. Дорогие друзья, обязательно смотрите нас, пожалуйста, на сайте радиовера.ру и в группе Радио Вера во Вконтакте. Тем более сегодня у нас какие-то не особые светлые истории. Все мужчины сегодня, все свои держания, слабости, провалы и победы в этой студии прямо вот так взяли и озвучили. А у нас в гостях... Что-то у меня ни провалы, ни одной победы. Не слушай, но это победа над собой. Два часа перец из черной трассы в ботинках с лыжами. Значит, у нас в гостях настоятель храма Троицы Живоначальной в Хорошеве и романах Никандр Пелишину, микрофоном. Константин Мацан, Александр Ананиев и Кира Лаврентьева. Вы знаете, я сегодня долго и внимательно вслушивалась в каждую историю. Впрочем, они были очень интересны о том, как Костя осваивал кондиционеры, Саша телевизоры, а отец Никандр, прогуливаясь по набережной Невы, заходил в каждый вуз и пытал там счастье. Но на самом деле это просто удивительно, потому что моя история тоже... Прости, а ты отчёткнул, что у нас все три истории про горы, так или иначе. Ну, отца Никандра про горы, Константин спустился... Константин, он всё ещё не спустился, на самом деле. Он так чуть-чуть смотрит на нас с высока, с не сходя к нашим немощам. Но на самом деле я Костю очень люблю, уважаю. Вы знаете, это один из самых скромных людей, скромных. Из всех, кого я знаю. Так что это всё шутки, потому что... Нет, ну отец Никандр, твоё место в моём сердце, и Саша на не заменит никто. Но на самом деле, знаете, вот кроме шуток, всё-таки мужчины и воля Божия – это одна история, а женщины, женщины и воля Божия – это совсем другая история. И это не смешно. Я объясню, почему. Во-первых, я думаю, что каждый вдумчивый слушатель светлых историй и зритель их понимает, что волю Божию, да, и то, что нужно сделать, каждый человек где-то там в глубине очень хорошо понимает. Это такая очень часто неприятная правда, которую мы всячески избегаем. Пытаемся найти отговорки, объяснения, почему нам не нужно именно её делать. И иногда ходим кругами вокруг этой вот какой-то неприятной правды, которую нам нужно принять. Но как только мы её принимаем, всё каким-то чудесным образом успокаивается и, может быть, не сразу, но уравновешивается. И это очень важно. На самом деле, промысел о себе каждый человек может понять вот в этом тихом уголке души, где находится Бог. И это очень важно. Это очень важно на самом деле. И иногда этот промысел, может быть, нам очень нежелателен и очень неприятен, но всё-таки сила, наверное, христианина в том, чтобы уметь его услышать. Но почему я сказала о мужчинах и о женщинах? Всё-таки, когда мужчина что-то хочет о себе понять, он начинает молиться, идти путём проб и ошибок, как-то пытаться что-то нащупать, что-то у кого-то, может быть, спросить, посоветоваться, добиться своим мозгом, что-то понять, что делает нормальная женщина. Мне кажется, как нужно делать. Сейчас я расскажу. Значит, я никогда не слушалась родителей. Никогда. Я всегда делала то, что они меня просили, просили не делать. Так или иначе, я пыталась как-то проявить свою волю. Я всегда получала шишки. И именно эти шишки, они меня как-то учили, что, может быть, к моим родителям надо было бы и прислушиваться. И вот история. Значит, не с первого раза я поняла, что мне надо быть журналистом. Я думала об этом, но в итоге поступила... Видите, какие у нас сегодня они все, все одинаковые. Поступила в Свято-Тихоновский на миссионерский факультет. Так как-то вот мне в последний момент у нас с родителями душа легла, что вот миссионерский факультет, такой хороший факультет, Свято-Тихоновский, там все верующие ребята. Я не сойду с пути истинного. Вокруг меня будут правильные люди. Это поможет. Вот завихрение в моей голове, хоть на время успокоиться. И, в общем, короче говоря, поступила я туда блестяще. Я не буду скромничать. Я все сдала на пятерки. У нас был большой конкурс на этот миссионерский факультет. Очень большой. Было много народу. Я сдала историю, русский язык. Я помню, и закон божий. Значит, все это было на пятерки. Это было очень здорово. Влетела в это по СТГУ. Недавно я рассказывала в святых историях, что с такой же скоростью я туда вылетела. И попала. Значит, перешла в Уанна-Богословский институт. Меня там милость приняли на факультет журналистики. Но я понимала, что что-то, конечно, в моей жизни пошло очень сильно не так. И тут появляется замечательная женщина. Она преподаватель, которая работает в МГУ. И она начинает, проработала там всю жизнь на филологическом факультете. Она начинает обо мне ходатайствовать. Она говорит о том, что давай устраивайся к нам на кафедру. Год будешь работать, заниматься, учиться. И мы тебя возьмем с доздачей разницы в планах. В общем, опять там на второй, что ли, курс. С потерей года, ну, это не страшно, вы понимаете. То есть это попасть в МГУ на филологический факультет. Это было очень здорово. Я звоню родителям. Родители говорят, мы должны приехать в Москву, все сами посмотреть. Мы скажем тебе, как бы, как быть. Ну, я думаю, ну, посмотрят и поймут, что в МГУ надо мне, конечно, уходить. Они приезжают в РПУ. Это тогда было маленькое двухэтажное здание. С маленьким количеством студентов. Сейчас-то оно более-менее еще расцвело. А тогда это было прям совсем печаль. А, значит, они приезжают, все это смотрят, обходят. Потом едут в МГУ на кафедру. Там все ходят, смотрят, значит, изучают, разговаривают с людьми на кафедре. Казалось бы, все, все понятно, все, решение очевидно. Моя мама очень умная женщина. Она как бы не будет просто так какие-то вещи голословно мне советовать. Она говорит, нет, нет, это совершенно бессмысленная затея. Я говорю, в смысле нет? Она говорит, нет, оставайся. Тут хороший маленький вуз. Ты хорошо, спокойно здесь выучишься. Нет, не нужно идти в МГУ. Я говорю, в смысле не нужно идти в МГУ? То есть вы понимаете, какой это был бой? Это был настоящий бой, но почему-то я этому покорилась. Почему-то, не знаю почему, хотя я обычно делаю все тайком, а она потом узнает. И как бы мы пожинаем плоды, сделанного или не сделанного. И, значит, что происходит дальше? Я остаюсь в этом вузе. Потом в итоге все равно я перехожу. Просто потому, что там были проблемы с лицензией. В какой-то момент для того вуза были тяжелые времена. С огромной разницей в планах в Институте журналистики и литературного творчества. Я перенапрягаюсь так, что у меня просто глаза лопаются от нагрузки. Мне нужно было пройти, прочитать всю там двугодичную программу, доздать 40 предметов. Я бегала за этими преподавателями, как-то об этом рассказывала. Но этот момент с этой... То есть я все равно как бы осталась в сфере журналистики. Но я помню один момент. Значит, я думаю, ну, хорошо, хорошо, хорошо. Раз я на филологический факультет МГУ не попала, маму послушаю. Хорошо, хорошо. Значит, я буду заниматься журналистикой. Что мне интересно? У нас там ребята проходили практику в ТАСС, в Интерфакс, в новостных, значит, заведениях, в ведомостях, в прекрасных, совершенно уважаемых всеми информационных агентствах. У меня совершенно не лежало к этому душа. Мне было это до такой степени смертельно скучно. Опять же, при всем уважении к новостникам и людям, которые там работают, я преклоняюсь перед ними и считаю, что я вообще сильно, сильно до них не дотягиваю по уровню профессионализма. Но душа моя лежала всегда к журналу Фома. Вот сейчас Костя рассказывала о том, как она у него. Она вроде лежала, но у всех окружающих не лежала, а у меня очень сильно лежала. И что я делаю? Я, значит, 18-летняя девочка, совершенно ничего не понимаю еще в журналистике. Иду, беру себя, узнаю, где редакция журнала Фома, и просто заваливаюсь в редакцию. Вот заваливаюсь, по-другому это не назвать. Говорю, здравствуйте, я пришла у вас практику проходить. В общем, меня знакомят с самого главного редактора, прекрасного Владимира Александровича Гурболикова, который очень долгое время просто меня учил. Учил профессии долго, упорно, на свой страх и риск. Это было рискованное мероприятие. Но вот я к чему хочу вернуться. Вот этот вот мамин, значит, мамино вмешательство с МГУ, оно у меня так или иначе в голове сидело. И я думаю, а вдруг я вообще не должна быть журналистом? Вдруг я вообще, у меня другая профессия. Проводником. Другой, да, проводником. Или там учиться в горном институте. Полупроводником. Может быть, не нужно было продавать телевизор на пресне или изучать кондиционеры. Кто знает. При всем уважении. Ну, то есть, человек как бы искал себя. Что я делаю? Пока я рожаю детей, что я только не делаю. Я поступала в мединститут. Я училась на сценариста. Я училась на психолога. Но там все закончилось, когда мне сказали, ну, в общем, поработай со своим внутренним ребенком, возьми свою маленькую девочку и начни ее носить по комнате. Я поняла, что нет. Мне пора, ребята. Все, мы заканчиваем. Я ни в чего не... Я не против работать с внутренним ребенком. Просто мне это не подошло. Я поняла, что с другими я тоже не смогу работать. Но я хочу объяснить, что это не было, знаете, каким-то там 10 дней позанималась и бросила. Нет. Я заново поступила в Свято-Тихоновский университет на педагогическое отделение. Опять хорошо поступила и проучилась там какое-то время. Потом я также точно параллельно журналистикой изучала медицину. Потом я также точно изучила нутрициологию, поступила на курсы, прошла годичные курсы. То есть это не какие-то, знаете... Я вообще ничего этого не знал. Хотя мы с Кирой дружим. Это мой лучший друг, да. То есть это какие-то вспышки. Это не то, что какие-то биполярные вспышки, как это выглядит из моей истории, да. Просто Кира об этом рассказывает только самым близким, слушателям Радио Вера. Я о Косте новых проектах узнаю из интернета. Мы лучшие друзья. Вот. И, короче говоря, каждый раз, каждый раз я возвращалась в журналистику и каждый раз я понимала, что журнал Фома – это мой дом в течение этих многих лет. То есть они не считают, может быть, журнал Фома, может быть, и не считает меня жителем этого дома. Но я считаю себя жителем дома журнала Фомы. И это для меня очень почётно, потому что в какой-то момент спустя все мои попытки стать врачом, психологом, преподавателем, нутрициологом, актрисой, режиссёром, сценаристом, это всё было очень серьёзно. Я проходила курсы. Я заканчивала, училась у моей Кучерской, проходила литературные курсы, проходила курсы, собиралась поступать в школу Никиты Сергеевича Михалкова. То есть это всё везде меня уже как бы ждали. У меня уже... Потом я поступала в аспирантуру МГУ. Значит, по поводу психологии. Хотела писать диссертацию. Это ты знаешь, кстати. По психологии я уже там начиталась, подготовилась. И вы знаете, я останавливалась не потому, что я там пугалась, или потому что, а, интерес пропал, не буду больше этим заниматься, а потому что что-то внутри, вот этот спокойный, выдержанный голос внутри всегда мне говорил одно и то же. Нет, ну, нет, Саша с любопытством за этим всем наблюдал. Спокойный голос внутри, он мне говорил... Саша, это Кирин муж. Да. Да. Слушатели-зрители запутаются. Саша, это мой муж, да. И дети с любопытством за этим всем наблюдали. Это всегда было на надрыве. То есть, понимаете, это же не было, да? А, мне нечем заняться, пойду поучусь. Это всегда были ночные подготовки к лекциям, к поступлениям. Это между укладыванием детей и книжка. Это огромная работа. И она небесмысленна, потому что все эти знания, они остались в моей голове. Это внутрициология медицины, я её с детьми отлично применяю, всё, что я там успела узнать. Там театральная тоже, это речь. В какой-то момент мне там приходилось заниматься по технике речи. Там ещё что-то, там и вокал, вокалом, психология, психология. То есть, какие-то азы я взяла, то, что мне было нужно, я закрыла. Но, что я хочу сказать, вот этот вот тихий, спокойный голос внутри, который есть абсолютно у каждого человека, он просто наблюдал за всем этим происходящим, и он говорил, слушай, занимайся серьёзно тем, что ты уже умеешь. Не прыгай, не расплёскивайся. И я, когда по несколько раз попрыгала и порасплёскивалась, я поняла, что пока ты не замужем, надо слушать родителей, когда ты замужем, надо слушать мужа и духовника. А Бога. Да, да, и так или... Бога ты просто можешь не сразу услышать, а они как-то тебе очень разумно, вот это зерно Божье, они тебе очень могут здорово в голову вложить. Так вот, попробовав всё это и как-то вот попробовав себя в разных ипостасях, я всё-таки поняла, что очень важно серьёзно и глубоко заниматься тем, куда ты поставлен. И на этом, наверное, мне хочется закончить нашу программу, дорогие друзья. Сашенька. Женщины иррациональны, это прекрасно, это часть замысла Бога. Знаю, что муж должен слушаться, вернее, человек должен слушаться Бога. А жена должна слушаться мужа. А жена должна слушаться, да. Но это всё понятно. Но отношения с женой, они обычно как складываются. Приходит жена такая с ящим. Муж, смотри. У меня новая идея. У меня новая идея. Смотри, большая палочка стоит 200 рублей. Палочка поменьше 150 рублей. А зачем? Ну, хочешь узнать, есть дождь за окном или нет? Высовываешь палочку. А если палочка мокрая, дождь есть. Ну, ты примитизировал это всё. Ты такой, погоди, а руку высунуть? Может так? Вот правильно будет купить палочку. Вот правильно будет купить палочку. Не спрашивай, почему. Не спрашивай, почему. Но это будет правильно. Так вот, когда уже ты сто лет, сто раз вот так вот, значит, ошибся, ты понимаешь, что всё-таки надо слушаться больших и умных людей. Светлые истории на Радио Веры, дорогие друзья. Мы сегодня говорили о том, как человек чего-то очень хочет добиться. И может или не может, но понимает в итоге, какая воля Божия о нём. У нас в гостях был настоятель храма Троица Живоначальной в Хорошеве и романах Никандр Пелишин. У микрофона Александр Ананев, Константин Мацан и Кера Аврентьева. Вы можете не только слушать, но и смотреть эту историю на сайте radiovera.ru и в группе Radio Vera во Вконтакте. Спасибо вам огромное, дорогие друзья. Всего вам доброго и до свидания. Мы пошли обратно на Олимп. Кто куда.